Привет всем! Сегодня я хочу сделать рек на научную статью. Да, дожили. Я делаю реки на научную статью. Но на самом деле это очень хорошая научная статья, и я абсолютно уверена, что её будет интересно почитать, в том числе тем, кто сам не является религиоведом или японистом. Статья принадлежит Перу Левая Маклафлина, одного из моих самых любимых японистов и религиоведов. И я настолько по ней упоролась, что даже сделала её перевод. Ну, немножко вольный перевод, но всё равно. Если вы не читаете по-английски, вы можете найти ссылочку в описании и почитать его на русском языке. Почему я считаю, что эта статья настолько важна и интересна? Потому что она рассказывает о том, как японские религии адаптируются к жизни при эпидемии коронавируса. И хотя сейчас трудно довольно провести какие-то масштабные исследования, Маклафлин всё-таки нашёл способ. У него очень много знакомых. Среди религиозных деятелей он обратился к ним. Ну, опять же, среди религиолитов тоже он обратился к ним. И получил контакты разных религиозных деятелей, активистов, просто обычных верующих. Я просил их через email, facebook, line, то есть через социальные сети. Да, здесь есть некоторые проблемы, потому что, конечно же, для того, чтобы взять интервью человека через социальные сети, он должен пользоваться социальными сетями. То есть получается, что выпадает довольно большое количество людей. Но в данный момент это, в общем-то, всё, что мы можем сделать. Поэтому я считаю, что статья вполне хорошая и правильная. О чём он спрашивал? Ну, собственно, спрашивал о том, с какими проблемами они сталкиваются, что они делают сейчас, какова ситуация. Ну, такие общие вопросы. И отозвалось очень большое количество людей. Меня даже, надо сказать, поразило, какое количество людей это звалось. И я не буду пересказывать всю статью. Я в этом видео пройдусь только по основным моментам, которые мне показались наиболее важными в этой статье. Итак, первый очень важный момент. Забавный факт. Новые религиозные движения, НРД, закрылись в среднем быстрее, чем, ну, скажем-то, администрационные религии. И причина, ну, может, не очень приятно звучащая. Они боялись травли. Да. Потому что, если вы вообще следили за распространением эпидемии коронавируса в разных странах, то, наверное, вы знаете, что в Южной Корее коронавирус распространился через НРД. Да, то есть в основном, там, я не помню, сколько-то, какой-то очень большой процент случаев коронавирусной инфекции был связан с одной маленькой христианской НРД. и дошло до того, что лидер НРД, уже очень пожилой человек, на коленях извинялся перед всей страной за то, что он это допустил. И, скорее всего, это произвело очень большое впечатление на многие японские НРД. они так, понятное дело, не хотели. Они не хотели видеть своих лидеров на коленях, извиняющихся перед всем миром. И в то же самое время они прекрасно понимали, что если хоть кто-то заразится в каком-нибудь доме собраний, церкви, то это непременно будет всячески освещено в СМИ. И, понятное дело, в очень негативном свете. Именно такие ответы получил Маклафлин от Сока Гакай, например. Хотя, казалось бы, Сока Гакай – это очень, скажем, многочисленные НРД, то есть там очень большое количество людей, и вроде как уже не такие уж и новые они, но тем не менее. И интересно, что далеко не все новорелигиозные движения решили не закрываться. Например, Ковку-Нокагуку или Хэппи-Сайенс, как их знают, за границей, поступили как раз противоположным образом. Они, наоборот, старались собираться все вместе. Они в два раза собрали очень большое количество верующих. В Канабе, кстати, у нас, в Мияге. Их лидер обещал защиту от коронавируса, то есть мы будем все вместе молиться и остановим эту китайскую заразу. У них немножко пунктик на Китае. И занятно, что, да, действительно, до них тут же добрались СМИ, и даже не японские СМИ, а сами The New York Times написали целую статью про Ковку-Нокагуку, высказавшись как раз в стиле эти зловещие новые культы и эти сумасшедшие японцы. Конечно, это не очень хорошо со стороны The New York Times, хотя Ковку-Нокагуку, надо сказать, сделали все для того, чтобы их заметили именно в таком ключе. Но, что интересно, Ковку-Нокагуку как раз пошли не по пути НРД, которые просто сразу закрылись на карантин, сказали, сидите дома, и практически полностью прекратили всю свою деятельность. Они пошли по тому же пути, по которому пошли традиционные японские религии. То есть они закрылись, если они даже вообще закрылись, честно говоря. Вот я сейчас подумала, надо проверить, закрылись ли они или нет. Ну, в общем, они как раз настаивали на том, что нужно проводить очистительные ритуалы, нужно изгонять коронавирус, и это именно то, что делали традиционные религии. Ритуалы изгнания коронавируса проходили по Японии вообще везде, где только можно. В буддистских храмах, в синтоистских храмах. Надо сказать, что в Японии это мейнстрим. Мейнстрим, буддистские храмы изначально, ну, синтоизм тоже, понятное дело, изначально во многом занимались тем, что предупреждали всякие катастрофы, которые могут постигнуть Японию, в том числе эпидемии, боролись с ними. То есть обеспечивали защиту Японии и японской нации от всяких таких бедствий. И вот сейчас, хотя, казалось бы, в наше время мы уже не справляемся с эпидемиями молебнами, но сейчас они вспомнили об этой функции и провели во многих храмах, в том числе в очень таких, скажем, больших и известных храмах, провели ритуалы по избавлению от коронавируса. Все это транслировалось через всякие СМИ, и традиционные, и электронные, в очень-очень позитивном, надо сказать, ключе. То есть, можно сказать, что ковку на кавку были в тренде. И, да, конечно, это тоже очень интересно. И здесь мы переходим к следующему вопросу. Переходу религии в онлайн. Да, сейчас единственный вариант, как можно вообще поддерживать хоть какую-то деятельность, это перейти полностью в онлайн. То есть, в какие угодно, в YouTube, в Facebook и так далее. И с этим, ну, по-разному, очень по-разному. В основном, все это легло на плечи отдельных людей, активистов, очень часто вообще местных активистов. То есть, ситуация выглядит так, что в этом храме перевели, допустим, службы онлайн, и все участвуют, а в соседнем храме той же школы ничего не переводили, потому что священник не считает нужным заморачиваться или просто не разобрался толком в соцсетях. Да, это, к сожалению, реальность. И очень интересный пример здесь приводится из Щугенда. Щугенда — это древняя синкретическая религия. Она концентрируется на очень суровых горных практиках, исторических учениях, аскезе. И как бы трудно себе представить, что что-то подобное может перейти в онлайн. Но, тем не менее, здесь описываются случаи, когда один учитель перевёл свою паству, своё собрание верующих, ко в онлайн, они стали устраивать конференции в Zoom, и, в принципе, все были довольны. То есть, вот, пожалуйста, можно и так оказывается. Но в то же самое время очень многие ритуалы просто невозможно перевести в онлайн. Здесь приводятся, например, похороны, потому что похороны никак не переведёшь онлайн, и то, что вообще не совсем понятно, что с ними в такой ситуации делать. И, например, в одном похоронном бюро священники записали на видео чтение сутр и выложили их куда-то в сеть, соответственно, чтобы могли родственники вместо нормальной службы посмотреть хотя бы запись сутр по смартфону. Но это, как вы понимаете, даже близко не стоит рядом с нормальными похоронами. Опять же, что можно проводить онлайн? Можно проводить чтение мантр, чтение сутр. Но, пожалуй, мацури онлайн не особо проведёшь. Так что... Фестиваль, то есть. Фестиваль не особо проведёшь. Так что это выпадает. И ещё одна тема, поднятая в статье, это тяжёлые финансовые обстоятельства. Да, храмы зависят от подношений, зависят от того, что они собирают, проводя похороны, проповеди, фестивали. А сейчас всё это урезано, всего этого нет. И это нанесло очень большой удар по экономическому обеспечению храмов. Пожертвований нет, плат за услуги нет. Ну, непонятно, что в этом ситуации делать. Да, понятное дело, в Японии священники... Да, в Японии очень странная ситуация, потому что священник — это и монах, и каждый священник практически буддистский является монахом. То есть, по идее, ну, это глубже, чем просто работа. Даже, ну, и религиозное призвание намного глубже. И приходится как-то жить даже без дохода. Кстати, здесь как раз упоминается случай, когда священник вынужден работать на нормальной работе, потому что он не может содержать ни себя, ни свой храм. Но при этом он остаётся священником, он проводит службы, сейчас, например, проводит службы в интернете. То есть, можно сказать, работает на двух работах. Интересный случай. Но вернёмся к финансовым трудностям. Да, религиозно-юридические лица Японии теоретически могут обратиться за финансовой поддержкой к правительству, но большинство этого не сделают, опять же, боясь критики. Потому что в Японии храмы и так освобождены от налогов, например. Соответственно, если они попросят ещё и какую-то финансовую помощь, это может вызвать очень сильную критику со стороны общественности. То есть, а вы-то куда? Поэтому это является очень большой проблемой. Большинство просто предпочитают справляться как-то сами. И ещё один интересный момент. Про религиозный активизм. Дело в том, что в Японии подъём религиозного активизма произошёл в 2011 году после цунами и землетрясения. Ну, вернее, сначала было землетрясение, потом цунами. Тогда очень большое количество религиозных деятелей и просто обычных верующих сорвались с места и отправились в Тахоку, чтобы помочь. Они и спасали выживших, и помогали доставать трупы, и собирали огромное количество пожертвований, продуктов, помощь пострадавшим. Открывали свои храмы в качестве центров помощи беженцам. Некоторые люди месяцами жили в храмах. То есть, это как раз помогло многим священникам впервые консолидироваться и внутри, допустим, своей школы и за её пределами, чтобы помочь верующим. И не только верующим. Просто помочь всем, кто пострадал от этого бедствия. То есть, сейчас в основном, когда люди говорят о религиозном активизме в Японии, они отсылаются к этому опыту 2011 года. Но нынешняя ситуация, она абсолютно другая. Во-первых, сейчас нет какой-то отдельной точки, куда можно приехать, где можно помочь. страдают везде. В то же самое время, сейчас лучшее, что человек может делать, это оставаться дома. Стараться как можно меньше выходить к людям. То есть, священники, вообще религиозные волонтёры, лишены возможности ну как бы помочь людям, потому что они должны сидеть по домам. и перенести свою деятельность в онлайн тоже далеко не всегда получается. Ну, по определённым причинам. Например, потому что такая религиозная помощь очень часто направлена на пожилых людей, а как у них там с социальными сетями и вообще интернетом. Как правило, плохо. И выяснилось, что религиозные активисты не очень-то к этому готовы. Даже, например, ситуация с капелланами в больницах, в хосписах. Да, люди умирают от ковида, но священник не может прийти к своему, к верующему, помочь ему, если он умирает от ковида, исповедовать и так далее, просто потому, что это запрещено. И не только от ковида, он не может прийти вообще никакому умирающему, потому что доступ у больницы сейчас для них ограничен. И это вызывает вопрос, а могут ли вообще религиозные активисты справиться с подобными кризисами? Как это сделать? Каким образом с ними справляться? Пока еще находится, скажем, в стадии активного размышления. Но интересно, что очень многие религиозные активисты как раз думают о том, что делать, что мы будем делать потом, когда кончится эпидемия, но люди останутся, понятное дело, в сложных обстоятельствах, потеряв близких, и вот тогда, возможно, наступит их время. В общем, я очень советую почитать статью, она интересная, она очень хорошо написана. Вообще, надо сказать, что я статьи и книги Левая Маклафлина читаю, как романы. У него очень живые образы людей, и здесь у меня даже есть любимый персонаж. Мой любимый персонаж это преподобная Асахикава, она просто бесподобна. Если вам нравятся пожилые, феминистически настроенные японские монахини, то вы будете в таком же восторге, как и я. К сожалению, Асахикава, по всей видимости, выведена под псевдонимом, потому что не гуглиться вообще никак. Но там еще много других замечательных людей, замечательных историй, и мне кажется, эта статья может помочь лучше узнать и ситуацию с эпидемией коронавируса в Японии, и конкретно ситуацию с религиями в Японии. Очень многие проблемы вскрылись сейчас, ну или усугубились. Поэтому я очень советую ее почитать. Скажите мне, кстати, что вы об этом думаете, когда прочитаете. И если заметите какие-то ошибки в моем переводе, я очень приветствую, когда мне на них указывают, я еще только учусь, правда. Пока-пока, увидимся. Редактор субтитров